Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня мы еще находимся в 19 мая 2024 года. Местное время 23 часа 17 минут, а вот киевское и московское уже 0 часов 17 минут. Ну, а я, ведущий этого канала, на платформе YouTube, доктор Джордж Горбатов, продолжаю чтение следующих глав, следующих материалов из работы. Из работы Самарского доктора А.П. Лебедева под названием «Половое просвещение и воспитание в школе и через школу методические указания» Издание отдела «Просвещение» Самара-Златоустовской железной дороги, Самара, 1926 год. Брошюра содержит методические указания по организации полового воспитания школьников всех возрастов. Отдельно уделяется внимание работе во противодействии распространению половых извращений среди детей. Итак, продолжаю чтение. Таким образом, половое воспитание следует начинать задолго до школьного возраста. Следует оздоровить детскую среду, поставить правильно домашнее воспитание ребенка. Тогда только задача школы будет облегчена в смысле надлежащего и своевременного полового просвещения и воспитания учащихся в школе детей. В особенности воспитателям и врачам детских домов, детских садов, детских площадок, ясли и детских консультаций следует обратить внимание на индивидуальные беседы с родителями. Неудобная пища, переполнение кишечника и мочевого пузыря на ночь вызывает приливы крови к тазовым органам ребенка и раздражение его половой сферы. Этому же содействует неправильный режим детского труда, например, продолжительная сидячая работа детей. Необходимо затем организовать обследование детей на глистоношение, так как часто наблюдается у детей раздражение аскоридами прямой кишки. А эти анальные ощущения детей своевременные исследователи ставят в близкое отношение с раздражениями генитальной сферы. И, наконец, часто наблюдается непосредственное раздражение промежности чесоточным клещом, а также выползающими из анального отверстия острицами. Школа должна оказать свое влияние на семью, также и в смысле устранения преждевременного и неправильного полового просвещения детей в дошкольном возрасте, в домашней обстановке родители и посторонние взрослые, незнакомые с ходом биологического развития ребенка, часто допускают в его присутствии нескромные откровенные разговоры, намеки, недоговоренность, полагая, что дети по свойственной им наивности не понимают разговора взрослых. Часто в семьях не стесняются присутствием детей и допускают среди взрослых нескромные жесты и поступки и откровенную ругань. В результате все это возбуждает половое любопытство детей и вызывает с их стороны подражательные поступки, например, игры в папу и маму и вплоть до появления анонизма. Между тем превратное мнение о невинности детей в этом отношении чистоте мальчиков и девочков широко распространено даже среди педагогов. Таким образом, заботы школы должны простираться в половом просвещении и воспитании, также и на дошкольный возраст. И правильным путем для этого должно явиться оздоровление домашнего быта через школу, то есть при посредстве проведения школьными работниками бесед среди населения на соответствующие темы в мескомах, клубах взрослых и прочее в порядке общественной работы. Организованное население, женоделы в этом отношении само идет навстречу интересам школьного, интересам школы, приглашением школьных работников, школьных врачей к прочтению соответствующих докладов в своих общественных организациях. И этими предложениями в современной школе следует воспользоваться как можно глубже и шире. Мы твердо убеждены в том, что в оздоровлении детей в половом отношении нужна дружная работа школы, семьи и советской общественности, пионерских и комсомольских организаций в том, что эта задача не может быть решена отдельными усилиями школы. Школа уже входит в близкий контакт с семьей. Необходимо продолжить обследование всего быта и условий жизни школьников и, опираясь на полученные данные, влиять на изменения этих условий в благоприятную сторону. Поэтому мы шире смотрим на половое просвещение и воспитание в школе, считая, что в школе должна принадлежать лишь инициатива и руководство половым просвещением и воспитанием, но само воспитание должно идти главным образом через школу, в окружающую нашу молодежь, жизнь, проникнуть во все условия их труда и быта и тогда только дать несомненные и желательные результаты оздоровления. Вопрос о половом просвещении и воспитании затем стоит в непосредственной связи с целым рядом условий. Помимо регулирования указанных домашних, бытовых условий детей следует принять во внимание урегулирование бюджета времени школьников согласно принятому на 6-м Всероссийском съезде по охране здоровья детей и подростков примерному режиму. Примерный режим труда и отдыха для школьника-пионера. По докладу СГ Розенберга. Время вставания и умывания, обтирания до пояса, чистка зубов, завтрак. Значит, группа школьников. 8, 9, 10 лет. Первая и вторая группа. В 7 часов 30, 8 часов 30 минут. Итак, час. Значит, третья и четвертая группа детей. Это возраст 11, 12, 13 лет. Также в 7 часов 30 и в 8 часов 30 минут, то есть тоже час. Дальше. Хождение в школу в зависимости от расстояния школы-дома, лабораторные занятия или уроки. Значит, первая и вторая группа, возраст от 8 до 10 лет, 8 часов 30 минут, 9 часов. Это хождение, скажем, путь к школе. Дальше. Лабораторные занятия или уроки для этого же возраста. 9 часов 10 часов 55 минут, 2 урока по 45 минут, 2 перерыва после первого и второго урока 25 минут. Значит, третья и четвертая группа. Возраст 11-13 лет. Значит, школу, пусть школа занимает тоже 30 минут, 8 часов 30 минут, 9 часов, ну а лабораторные занятия или уроки, 9 часов 11 часов 40 минут, 3 урока по 45 минут и 2 перерыва по 25 минут. Дальше. Физическая культура с преобладанием игр на свежем воздухе 10 часов 55 минут, 11 часов 40 минут, перерыв 10 минут для возраста от 8 до 10 лет. Дальше. Для возраста 11-13 лет. 11 часов 40 минут, это игра на свежем воздухе и физическая культура. 12 часов 25 минут, мы видим больше. Дальше. Завтрак. Перезавтраком мыть руки, послезавтраком полоскать рот. Для возраста между 8 и 11, между 8 и 10 годами. Это длится 11 часов 50 минут, 12 часов 15 минут, для возраста 11-13 лет, 12 часов 25 минут, час. Дальше. Добавочные уроки, ручной труд для возраста 8-10 лет, 12 часов 15 минут, 1 час, того 45 минут, для возраста 11-13 лет, 1 час, час 45 минут. Дальше. Дальше. Возвращение домой, обед. Для возраста. Для возраста 8-10 лет, 1 час, 2 часа, то есть час, от часа до 2 часов, час на все это уходит. Для возраста 11-13 лет, 1 час 45 минут, 2 часа 45 минут. От часа 45 до 2 часов 45 минут, то есть, по сути дела, те же самые, тот же самый час времени. Отдых после обеда, лежка, сон, желательно при открытом окне или форточке, свободное время для возраста 8-10 лет. Это время занимает от 2 часов до 3 часов 30 минут. В возрасте 11-13 лет, время от 2 часов 45 минут до 4 часов. Как видите, тут больше, дольше. Дальше. Общественная работа в возрасте 8-10 лет, с 4 часов до 5 часов, 3 раза в неделю, в возрасте 11-13 лет, от 4 до 6 часов, включая временный переход в отряд, 3 раза в неделю. Так, следующий чай, игра на свежем воздухе, коньки зимой, весной и летом это время, желательно провести на площадке. Для возраста 8-10 лет, с 5 часов до 7 часов, для возраста 11-13 лет, с 6-30 до 7-30. Видите, в первой группе возрастной 2 часа, во второй возрастной группе уже меньше, час. Так, дальше. Ужин. Перед ужином мыть руки, после ужина полоскать рот. Возраст. Возрастная группа 8-10 лет. Значит, это время, на это уходит время между 7-ю часами и 7-ю, 30-ю. Ужин. Мыть руки, полоскание. Во второй группе, значит, возрастной 11-13 лет, между 7-ю, 30-ю, как мы видим на 30 минут позже, и 8-ю часами. Скажем так, на 30 минут сдвигается. Дальше. Свободное время от обязательных занятий и время отхода ко сну. Перед сном мыть руки, лицо, ноги, проветривать спальню. Значит, возрастная группа 8-10 лет. Это продолжается с 7 часов 30 минут до 9 часов. Свободное от обязательных занятий время и время отхода ко сну. То есть, отход ко сну в 9 часов. А для возрастной группы 11-13 лет, значит, свободное время и отход ко сну в 8, между 8-ю часами и 9-ю часами и 30-ю минутами. То есть, на 30 минут позже отход ко сну. Итого, время потраченное на учебные занятия. Для возрастной группы 8-10 лет, 4 урока по 45 минут, перерыв и завтрак 1 час, итого 4 часа астрономических. Общественные занятия 1 час, а для возрастной группы 11-13 лет, 5 уроков по 45 минут, перерыв 30 минут и завтрак, итого 4 часа 45 минут. Это перерыв и завтрак. Общественная работа уже на полчаса дольше, полтора часа. Итого, всего число часов работы без перерыва. 4 часа для первой группы, для второй группы 5 часов 15 минут. В подсчет этих часов входит занятие по физкультуре 45 минут и общественная работа. Всего, включая перерывы, 5 часов в первой группе и второй возрастной группе 6 часов 15 минут. Сон для первой возрастной группы, между 8 и 10 годами 11 часов, 10 часов 30 минут, вот так, от 11 до 10 с половиной часов. Ну, а группа в возрасте от 11 до 13 лет, перерыв, всего, включая перерывы, 6 часов 15 минут, а сон 10 часов. Видите, он меньше. Он меньше, чем у первой возрастной группы. Итак, предложенная таблица намечает пути правильного распределения труда и отдыха. В зависимости от местных условий могут быть внесены изменения. Однако же, при условии сохранения вышеуказаны гигиенических норм. Для старшего возраста школы второй ступени в 14-15 лет учебные занятия увеличиваются на 45 минут. В 16-17 лет увеличивается на 45 минут по сравнению с предыдущим возрастом. Общественные занятия для возраста 14-15 лет 2 часа 3 раза в неделю, для возраста 16-17 лет 2 часа, но уже 4 раза в неделю. Таким образом, общая нагрузка для возраста 14-15 лет 6 часов, для возраста 16-17 лет 6 часов 45 минут. В течение недели один день клубный, четверг, кроме того 42 часа полного отдыха, воскресенье и суббота после учебного времени. Примечание. Учитывая особенности пионерского движения и необходимость один раз в неделю устраивать отрядный сбор, этот сбор устраивается в воскресенье продолжительностью не более 2,5-3 часов, Включая час для занятий физкультурой на свежем воздухе, в случае выделения четверга на клубную работу, желательно использовать для пионерского сбора этот день и освободить воскресенье. Распределение работы отдыха сна согласно вышеуказанной таблице с соблюдением вышеуказанных норм данного возраста. Итак, примерный распорядок для рабочего подростка в школе фабзавуча, скажем так, ремесленное училище. Итак, время вставания. Это время может изменяться в зависимости от расстояния места жительства до фабрики. Значит, возраст 16-18 лет. Вставание 7-8 часов. Возраст 14-15 лет. 7-8 часов. Без разницы. Обтирание водой до пояса, чистка зубов. Дальше. Завтрак. 8-8-12 часов. Обтирание водой до пояса, чистка зубов. Завтрак. 8-12 часов. Что-то непонятно. Почему так долго? А, не 8-12. Между 8 и 12 часами. Но опять тоже. Почему так долго? Что за завтрак? 4 часа. И в возрасте 14-15, то же самое. От 8 до 12 часов. Ну, правда, там завтрак может быть, но тоже 12 часов завтра. Уже обедать надо. Так, гигиенические упражнения. 8-10 минут. Работа на фабрике. 3 перерыва по 5 минут с пребыванием на свежем воздухе после каждого часа производственной работы. Это для первой возрастной группы 16-18 лет. А также и для второй 14-15 лет. Перерыв. 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 Между, значит, 12-1 час. Значит, час 30. 12-1 час 30. Это полтора часа. Это для первой возрастной группы. 16-18 лет. И для второй 14-15. Значит, тот же самый. Значит, между 12 и 13 с половинами часами. Обед. Перед обедом мыть руки. После обеда полоскать рот опять. Значит, между 12 и 12 с половинами часов. Это возрастная группа 16-18 лет. Возрастная группа 14-15 лет. Обед. 12 часов. То же самое. 12 с половиной часа. То есть, полчаса. Всего лишь полчаса. Обед. Отдых после обеда на свежем воздухе. Значит, в течение часа 12 с половиной. С 12 с половиной до 13 с половиной. Возрастная группа 16-18 лет. Возрастная группа 14-15 лет. То же самое. Значит, между 12 с половиной и 13 с половиной и того час. Так. Школьные занятия. Школьные занятия. Группа 14-15 лет. Полтора. Нет. Час 35 часов. Между час 30 и 5 часами. То есть, 17 часов. Четыре урока по 45 минут. И 30 минут на перерыв. При лабораторных занятиях два приема занятий. По 90 минут. И перерыв между ними 30 минут. Ну, и группа возрастная 16-18 лет. Вторая часть производственных занятий. Тоже. От час 30 до 3 часов 30 минут. Школьные занятия. 3.30. С 3.30 до 5.15 часов. Три урока по 45 минут. На перерыв 30 минут. В это время включительно 10 минут перерыва после производственных работ. Отдых на свежем воздухе. Умывание шеи, рук, лица. После работы. Чай. Между 5-6 часами. Вечера. И это 14-15 лет. 16-18. Между 6 и 7 часами. Вечера. Физическая культура на свежем воздухе. Четыре раза в неделю. Между 6-7 часами. Возрастная группа 14-15 лет. Между 7 и 8 часами. Вечера имеется в виду возрастная группа 16-18 лет. Заседание. Собрание. Два раза в неделю. В дни свободные от физкультуры. До собрания проветривать помещение. Во время заседания не курить. Между 6 и 8 часами. Это возрастная группа 14-15 лет. Возрастная группа 16-18 лет. Между 6-30 и 8-30 вечера. Свободное время. Возвращение домой. Ужин. Ужин. Значит, возрастная группа 14-15 лет. 7-30. Между 7-30 и 9-30. Это все. Свободное время. Возвращение домой. Ужин. Так? Нет. 7-30 и 9-30. Это вот так не совсем понятно. Это, видимо, свободное время. Возвращение домой. Возрастная группа 14-15 лет. Вторая возрастная группа 16-18 лет. Свободное время. Возвращение домой. Между 8 и 10 часами. Вот. А ужин в 8-30, 10 часов. Непонятно. Отход ко сну в 10 часов. Возрастная группа 14-15 лет. И возрастная группа 16-18 в 10-30. Сон для первой группы 14-15 летних составляет 9 часов. Для второй группы 16-18 летних составляет 8 с половиной часа. Вот такая сложная распорядка. Итого число часов производственной и школьной работы, включая и перерывы, для группы 14-15 летних 7 часов. Для группы 16-18 летних 8 часов. Всего, включая производственную, школьную и общественную работу и физкультуру, значит, для группы 14-15 летних 8 часов 15 минут. Для группы 16-18 летних 9 часов. Видите, на час больше 15 минут. Затем мы должны стремиться к улучшению гигиенической обстановки, школьной работы, изжития двухсменных занятий, разгрузка переполненных помещений, вентиляция, вынос занятий на открытый воздух, летние оздоровительные компании и прочее. Особого внимания требует совместное воспитание полов. Например, устройство отдельных уборных для мальчиков и девочек, так как при отсутствии этого создаются неблагоприятные условия, способствующие развитию детей столь свойственных им пороков полового любопытства, начиная с подсматривания вплоть до сексуальных извращений. На этом же основании, начиная с 5-6 летнего возраста, должны быть разделены спальные помещения для мальчиков и девочек. Особенно это относится к школьным общежитиям и лагерной жизни пионеров. Таким образом мы видим, что деятельность воспитателя и школьного врача в деле полового воспитания не может быть ограничена какой-либо программой, но требует полного проникновения во все условия детской жизни, а следовательно требует особого призвания и любви к детям со стороны лиц, посвятивших себя педологической деятельности. При этом, конечно, должен быть учтен также и бюджет рабочего времени самого школьного работника и школьного врача и обеспечены условия для повышения их квалификации. Возможно, что все эти условия по материальным соображениям осуществятся не скоро, но, тем не менее, это отнюдь не отрицает возможности того, что мы начали нашу просветительную и воспитательную работу теперь же. В связи с решением 6-го Всероссийского съезда по охране здоровья детей и подростков, отметившего количественную перегрузку программ ГУСА и несоответствие их возрастным особенностям детей, в настоящее время руководящими методическими центрами уже предпринята соответствующая переработка программ. Здесь мы должны напомнить о том, на что указывалось и в выступлениях на упомянутом съезде, что состояние здоровья наших детей заставляет нас особенно осторожно предъявлять к ним требования законченного общего образования на первой ступени школы, две трети нервнобольных детей, по данных обследования детей Московской профилактической детской амбулаторией. Повышенная нервозность от 56% младшем возрасте до 87% переходном возрасте по нашим анкетным обследованиям для детей и самарской златоустской железной дороги заставляет нас признать необходимым и своевременным особо осторожный подход к детям в смысле их сексуального просвещения и воспитания, потому что мы знаем, как тесно связано развитие сексуальности с повышенной возбудимостью нервной системы. Поэтому в особенности мы, гигиенисты, являемся сторонниками новых комплексных методов обучения, устраняющих из детской школьной жизни неблагоприятные моменты прежней схоластической учебы, этими неблагоприятными моментами прежней школы прежде всего являлось скованное продолжительное сидение детей за особыми станками-партами. Это по вызовам большинства гигиенистов влекло за собой прилив крови к тазовым органам, расстройство пищеварения, задержка опорожнения кишечника и мочевого пузыря, явление тошноты, головокружения, головных болей и прочих, менструальные расстройства у девушек, явление расстройства сердечной деятельности у обоих полов. Можно ли было при этих условиях говорить о здоровом развитии сексуальности и в нашей новой школе, и поэтому мы прежде всего должны позаботиться о рациональной школьной мебели, позволяющей свободное сидение учащихся при трудовых занятиях лабораторного характера и в то же время отвечающим условиям давно установленных гигиенических требований при процессе письма и чтения. Я сделаю маленькое отступление, понимаете? Конечно, вот я это читаю, сомневаюсь, что в 1926 году все эти нормативы, временные и так далее, производственные, учебные, общественная работа, физкультура пошло-поехало, мытье урок, что они соблюдались. Сомневаюсь, очень сомневаюсь. Но, в отличие от нашего времени, что тогда, хоть говорили об этом, тогда съезды созывались касательно, значит, укрепления здоровья детей и подростков, говорили о половом воспитании, а сейчас, кто об этом хотя бы говорит? Никто. Вот отличие. Подобные системы школьных столов, отвечающих условиям новой школы, имеются уже в Москве и Ленинграде. На Самаро-Златоустовской дороге дало удовлетворительные результаты применения школьного стола системы доктора Лебедева, автора этой брошюры. Необходимо, наконец, от робких опытов в этом деле оборудования рациональной школьной мебели перейти к самому широкому снабжению школ одноодобренными типами мебели. Ну, я помню парты в 50-х годах, да, в 60-х, в начале 60-х парты, обыкновенные парты, школьные, да, черные. Вот и все. Не знаю, это было гигиенически или нет, сейчас не знаю. Сейчас, наверное, мебель совершенно другая. В смысле правильного педологического подхода к воспитанию детей мы должны отметить здесь то обстоятельство, что детям младшего возраста должно предоставить более места и простора их детским радостям, шалостям и игре. Нельзя убивать в детях свойственную им, их возрасту жизнерадостность. Нельзя готовить вундеркиндов, нельзя заставлять детей младшего возраста готовиться и делать доклады на темы, интересующие взрослых. Все серьезные интересы придут сами собой в ходе естественного биологического развития, умственной деятельности, расширения кругозора и интересов, соответствующим тому возрастам. Подобная несвойственная возрасту серьезная работа, без сомнения, должна вызывать нервное переутомление и, следовательно, отражаться и на сексуальном развитии. Обращают на себя внимание заключение доктора Невского Москва о конституциональных типах возрастов. Вначале корреляция всех функций организма, направленного ребенка по пищевому рефлексу, Затем в дошкольном возрасте по ориентировочно-исследовательскому рефлексу, в школьном возрасте превалирует моторная сфера, и, наконец, в пубертатном, период полового созревания, переходном у подростков, доминирует первичный сексуальный рефлекс. Доклад на шестом Всероссийском съезде по охране здоровья детей и подростков. Еще требует научного исследования вопрос, насколько эти типы выражаются морфологически в соответствующем строении и пропорциональности частей тела, но сообразно с этими уже и ранее известными главными этапами биологического развития детей нормальная педагогика детского возраста и должна, естественно, строить свои методы обучения и воспитания. Естественную подвижность, моторность свойственную школьникам младшего возраста мы должны ввести в организованное русло, организованное детской игры, то есть моторности. И этому в особенности способствует задание новой школы и правильное применение комплексного метода преподавания. В этом возрасте гигиена требует как можно менее усидчивости. Новая школа запрещает задавание на дом. Хорошее время было. Пусть веселье и смех сопровождают трудовые процессы наших детей на первых шагах их исследовательской учебной работы. Ведь и для взрослых мы надеемся достигнуть таких условий труда, когда он будет отвечать призванию и способностям, когда трудовые процессы будут происходить при бодром настроении и, пожалуй, даже в эстетической обстановке, не говоря уже о гигиенических санитарных условиях. Ну, вот видите, у коммунистов, скажем так, в первое десятилетие после Великой Октябрьской социалистической революции, видите, какой был прожектизм, да, вот, мечтательность, фантазерство, но оно было. Народ верил в это. Народ активно участвовал. Ну, а власть предыдущая все и испортила. Саморечи, песни, по мнению некоторых, начально возникли из трудовых процессов. Для правильного развития сексуальности в детском возрасте мы прежде всего должны оздоровить основные условия, то есть нервную систему наших детей, а этого также следует достичь в школе и через школу. Для переходного возраста игра и моторность уже теряют доминирующее значение, и поэтому продолжать с детьми занятие по прежнему методу значило бы затормозить ход естественного биологического развития. Именно здесь, при всей неустойчивости интересов, при пробуждении чувственности, при повышенной косвенной внушаемости, особенно имеет место переключение, сублимация, половое влечение в разнообразной области физкультуры, кружковых организаций, клубной кооперации. Внимание и интересы этого возраста неустойчивы, и поэтому столь же частая перемена рода занятий должна быть допущена для школьника этого возраста. Кто сейчас этим занимается? Никто. Выбор специальности, профессии происходит в конце концов в результате ряда таких проб. Или на помощь этому приходит научный профотбор, и устанавливается биологическое уже у юношества, когда только и становится возможным предъявить требование сосредоточенного внимания систематического изучения какого-либо предмета и смежных с них областей знания Дальтон-план. Все это говорит за то, что методы обучения не могут быть шаблонны, но должны разниться коренным образом по возрастам. Только при условии подобной согласовенности мы получим также и условия для развития нормальной сексуальности. Само половое просвещение не должно ставиться узко в биологическом, анатомическом или физиологическом смысле, но как глубоко социальный фактор должно быть рассмотрено во всей сложности эволюции социальных отношений. Поэтому мы согласны с теми авторы, которые указывают на опасность одностороннего освещения полового вопроса в школе только через природоведение или только через посредства гигиены. Наше утверждение вполне согласуется в этом смысле с основной задачей современной школы и ее слиянием с жизнью. Только при такой постановке вопроса мы безбоязненно и во всеоружии педагогического такта, энтузиазма, стремления прийти на помощь новым сменам в их борьбе за здоровье, вооруженные знанием при дружной работе врачей и педагогов можем и должны взять на себя ответственность в руководстве, половым просвещением и воспитанием молодежи. Для того, чтобы педагогу и врачу узнать, с какой аудиторией они имеют дело, каковы интересы этой аудитории, каково общее развитие и прочее рекомендуется ознакомиться с детьми путем устной предварительной беседы. Обращаем внимание воспитателей на то, что не следует выпытывать у детей о проявлении у них сексуальности. Нельзя этого делать в группах, так как таким образом мы повышаем сексуальное настроение в группе. Не следует этого делать и индивидуально, если нет достаточных данных, подозревать ненормальные проявления сексуальности. Мы полагаем, что стремление некоторых исследователей выявить статистические данные о половых проявлениях среди детей не оправдывается интересами состояния здоровья нервной системы этих детей. Признаки анонизма описаны в литературе, они достаточно объективны в ясно выраженных случаях, чтобы обратить на себя внимание не только врача, но и педагога. Это красное лицо, общее возбуждение, пятна на белье, угрюмость, угнетение, плохой аппетит, отведение глаз, желтый цвет лица, мешки под глазами, ненормальные эмоции, неуверенность в суждениях, ослабление внимания и памяти, понижение интеллекта и общего тонуса. Ну, какую-то ерунду пишет это в 26-м году. Прямо по внешнему виду можно выявить мастурбанта. Врач может к этому прибавить даже, не производя интимного, объективного обследования, невростенические явления, особенно нервные, учащенные сердцебиения, часто доходящие до расширения границ сердца, носовые кровотечения, носоглоточные заболевания, иногда расстройство пищеварения, истощение организма и прочее. Врач должен в этих случаях свои подозрения сообщать воспитателю для соответствующего наблюдения. Только общий симптомокомплекс, подкрепленный наблюдением, может служить основанием для интимной беседы врача или педагога в целях соответствующего воздействия. Нужно ли говорить, что эти беседы должны быть проникнуты особым благожелательным отношением к больному? Дети сами в этих случаях ищут сочувственного отношения. Понятно, что такие беседы лучше всего, поэтому вести с мальчиками мужчине врачу, а с девочками – женщинам врачу. Указанные выше признаки раннего начала половой жизни уже сами по себе говорят за вред, причиняемый половыми возбуждениями растущему организму. Вследствие прилива в крови к тазовым органам нарушается правильность кровообращения, что и сказывается на расстройствах пищеварения, носовых кровотечениях, носоглоточных заболеваниях, на неправильном питании сальных желез из-за купорки их, угри, а затем на расстройстве сосудодвигательной нервной системы, бледности покровов лица и легко вызываемом их покраснении. Нельзя отрицать также серьезности описанных высшей расстройств нервной системы, граничащих в дальнейшем течении с формами психоневрозов. На этом школа Фройда основывает и теологию столь распространенных теперь невростенических заболеваний. Видите, в 1926 году еще позволено было говорить о психоанализе Фройда и цитировать его. В силу этого распознавания раннего начала половой жизни детей и ее ненормальных проявлений становятся важной задачей врача-педиатра. У девочек внешняя форма и консистенция грудной железы может дать признаки, ценные для врача в смысле подбора или подобного диагноза. Раздражение гениталий вызывает рефлекторно, а возможно и гормонально изменение грудной железы. Упругая, эластичная, равномерная жировая ткань с плоским выступающим соском изменяет свою консистенцию, появляется выступающий сосок, что стоит в зависимости от развития железисткой ткани, прощупываемой под соском в форме твердого ядра. В большинстве случаев это может дать врачу указание на начало половых раздражений в области гениталий. Подтвердить наше предположение мы можем, однако, лишь осмотром гениталий, с чем, однако, следует быть очень осторожным у девочек, как оскорбляющим их естественную стыдливость, всякое грубое вторжение в области подобных исследований может вызвать на этой почве тяжелые невростенические явления, хотя бы самый осмотр гениталий и был произведен женщинам-врачом. При осмотре мы обнаружим в этих случаях покраснение гениталий, гиперсекреции наружных желез и частое раздражение промежности, форма, почесухи, обопрелости и даже экземы. Вот в этих случаях неприятных явлений соднения, почесухи и прочее в области паховых складок и промежности девочки сами обращаются к врачебной помощи при соответствующих наводящих вопросах и поэтому является совершенно излишним производить генитальный осмотр, обычные индифферентные мази и детские присыпки оказывает свое действие. Более смело можно и следует подвергать врачебному освидетельствованию мужчиной-врачом генитальных органов мальчиков. В интересующих нас случаях мы можем заметить изменение характерного детского положения полового органа изображения амуров художниками в сторону несоразмерного возраста развития полового органа и отвисания его, раздражение слизистой оболочки, иногда ссадины на ней, а также изменение в положении семян, желез дополняет, семенных вернее, желез дополняет картину, столь характерная и красивая на античных статуях юноши действия мышцы, поднимающей семянную железу, сменяется ее расслаблением и вследствие этого получается отвисание семенных желез. Ну, мошонки. Таким образом, многие наружные признаки уже дают нам указания на начало ранней половой жизни и на характер ее проявления. То же можно сказать и по отношению к другим ненормальным развитием полового чувства, гомосексуализм, уже наружные конституциональные особенности строения тела могут дать определенные указания в этом направлении. Смотри профессора Белова физиология типов, например, инфантильные формы, строение, развитие зубной, щитовидной железы. Сюда можно прибавить наблюдение за некоторыми весьма распространенными привычками, как грызение ногтей, карандашей, оральная, атовистическая форма, сексуальность и прочее. Эта область еще нуждается в подробном изучении. Особенно интересно сопоставить формы сексуальности с антропометрическими типами строения тела. Астенический, атлетический и пикнический тип по крэчмеру. И это составляет научную задачу главным образом школьно-санитарных врачей, как имеющих под руками обильный материал в этом направлении. Конечно, в данном случае необходимо будет основываться на частоте совпадения характера сексуальности с тем или иным типом. За этой научно-исследовательской задачей мы не должны, однако, забывать о практических целях. Все наше половое просвещение и воспитание через школу ни в коем случае не должно быть понято, как подавление сексуальности в детях, но должно быть рассматриваемо, как правильное, нормальное развитие полового инстинкта. А какое правильное, никто не знает. Если есть потребность, если есть возбуждение, какое воспитание? Сложно, сложный вопрос. Сейчас вообще никто этим воспитанием не занимается. Приведенные в начале нашей статьи анкеты по половому вопросу среди студентов вузов говорят за то, что часто мальчики первые половые сношения начинают с женщинами гораздо старшими их по возрасту, с проститутками, прислугой и даже своими учительницами. Но мальчиков это не тревожит. Понимаете? Девочка была бы шокирована, да? А мальчик наоборот. Кстати, я хочу даже сказать, исходя из своих соображений, что, естественно, мальчик должен, естественно, начать половую жизнь, первые уроки ее, с женщины, которая уже опытная, имеет опыт сексуальных отношений, а не с неопытной девушкой, девочкой, этого, скажем так, сверстницы. И это наталкивает их затем на беспорядочную половую жизнь. Но это уже от человека зависит. Очевидно отсюда, что существует известное биологическое соотношение, по которому для прочности и порядочности отношений между полами необходимо, чтобы мужчина был несколько старше женщины. женщина физиологически развивается раньше мужчины. Почему такой вывод непонятно. Сексуальное развитие проходит через все возрасты. У юношества половой инстинкт почти без исключения направлены в сторону наименьшего сопротивления. осюда столь частые среди мальчиков грубые обнаженные физиологические проявления по отношению к одной и одновременно альтруистическое отношение к другой женщине. Отсюда ненормальные проявления инстинкта обоего пола в детском возрасте и пожалуй у взрослых например особая нежность друг другу подруг привязанность к животным и даже неодушевленным предметом наимно экзальтированное отношение к мальчикам у старых дев это точно старые девы очень любят молодых мальчиков когда-нибудь расскажу и прочее как своего рода замещения сублимации нормального полового влечения и если расстройство функции пищеварительного аппарата как известно сказывается на настроении и изменении характера то тем более вызывает подобные изменения психоневротического характера заторможение в зрелом возрасте воспроизводительной функции как связанные с железами внутренней секреции локализованными в разных органах тела и разнообразных по своему физиологическому значению шишковидная железа и предаток головного мозга зубная и щитовидная железа надпочечные адренологенные межпочечные железы эндокринные железы половой системы согласие с вышеизложенными соображениями о вреде ранней половой жизни мы должны призвать также признать также и вред полового воздержания за периодом половой зрелости организма после наступления возмужалости у женщин нормальный увенчанный от любви помимо нравственного удовлетворения поднимает функциональную способность всех органов действует гармонизирующая также и на центральную нервную систему причастность к физиологической половой жизни создает биологический интерес к жизни и поддерживает ее тонус наступление беременности в этом отношении в нормальных случаях является еще более благоприятным для женщины моментом смысле расширения ее биологического диапазона не избегать беременности а стремиться к ней следует здоровой женщине в интересах ее собственного здоровья и возможной полноты жизни воздержание для взрослого мужчины часто ведет к расстройству нервной системы ограничивает его трудоспособность правда усиленная мозговая деятельность политическая деятельность научная работа вызывает понижение половой возбудимости но в конце концов все зависит от темперамента частые эрекции и доминирующее депрессивное настроение говорят в этих случаях сами за себя конечно не случайные временные половые связи в этих случаях могут дать выход энергии не говоря уже об опасности венерического заболевания но более или менее продолжительное отношение между женщиной и мужчиной равным по своему развитию и основанной на взаимной склонности и привязанности в этом отношении здоровое развитие чувства в детском возрасте проникает все стороны деятельности детей начиная с самосознания как члена коллектива и кончая доступными им интересами общественного и научного характера не гнать природу в дверь должны педагоги но направлять инстинкт в интересах развития личности и рода следуя старому правилу управлять природой можно только повинуясь ее законам наше стремление должно быть направлено не в сторону полового аскетизма и тем более не в сторону развития эротики но в сторону перенесения интересов детей на общественные детские организации и занятия физкультурой в широком смысле не гимнастикой до той поры полного развития организма когда сексуальное чувство может быть и должно быть направлено по своему прямому назначению к воспроизведению потомства в чем заинтересована и личность и в еще большей степени общество государство и род или раса наше воспитание в этом смысле должно подготавлять здоровый путь для действия евгенического начала то есть правильного естественного полового подбора среди лиц вступающих в брак евгеника вот почему в школе мы должны воспитывать здоровую сексуальность и исправлять указанными средствами так часто наблюдаемые случаи сексуальных уклонений в индивидуальных случаях ненормальных уклонений врачу первоначальные указания на подозрения дают педагоги а врач применяя новейшие методы исследования например одаренности по методу профессора Рассалима Бене-Симона и других или психоанализа по методу Фройда незаметно от обследуемого субъекта устанавливает наличие и природу уклонения и индивидуально в каждом случае применяет соответствующие методы лечения и нравственного воздействия в случае надобности обращаясь за советом к специалисту невропатологу можно рекомендовать и приемы массового анкетного обследования при условии научной обработки материала при ссылке сводок в объединяющий центр на Самаро-Златоузской железной дороге дорожной комиссии отдела охраны здравоохранения детей для окончательной обработки поступившего из различных мест аналогичного материала и разработки соответствующих инструкций и методических указаний вопрос анкеты при этом должны быть составлены так чтобы ни в коем случае не могли натолкнуть детей на обнаженные сексуальные вопросы скорее эти анкеты должны приближаться по своему характеру к приемам психоанализа важно чтобы все анкеты были однообразны так как только в этом случае они могут быть подвергнуты общей обработке анкеты должны быть анонимны о чем следует иметь предварительную беседу с детьми запись случая произвести на занятиях и тотчас же отобрать у детей заполненные ими анкеты первое примерная анкета для детей от 8 до 13 лет город школа второе мальчик или девочка подчеркнуть скольких лет третье мучаешь ли животных да нет подчеркнуть четвертое с кем больше любишь быть с мальчиками с девочками подчеркнуть подчеркнуть пятое что больше любишь читать сказки стихи повести романы рассказы приключения подчеркнуть подчеркнуть по пункту пункту любишь 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 родители так второе примерная анкета для подростков от 13 до 15 лет первое графа город школа вторая мальчик или девочка подчеркнуть сколько лет третье любишь ли наряжаться да нет подчеркнуть четвертый кем желаешь быть рабочим земледельцем писателем ученым художником инженером учителем военным агрономом подчеркнуть или добавить свое пятый пункт хочешь ли больше нравиться мальчикам или девочкам да нет и подчеркнуть кому шестой любишь ли танцевать да нет подчеркнуть седьмой засыпаешь быстро не быстро подчеркнуть восьмой пункт часто или редко видишь сны подчеркнуть девятый просыпаешься ли ночью да нет подчеркнуть десятый пункт любишь ли писать то есть писать писать письма или получать их подчеркнуть одиннадцатый бываешь кино раз сколько раз в год бываешь театре сколько раз в год так третья анкета примерная анкета для юноши от пятнадцати до восемнадцати лет значит вот видите первая анкета это для детей от восьми до тринадцати лет я вам зачитал вторая анкета значит для подростков тринадцати пятнадцати лет я вам зачитал сейчас примерная анкета для юношей от пятнадцати до восемнадцати лет Первая. Графа город, школа. Вторая. Графа юноша или девушка. Подчеркнуть, сколько лет. Третья. Были ли влюблены? Да нет. Подчеркнуть. Четвертая. Любите ли вы одиночество или общество? Да нет. Подчеркнуть. Пятое. Что цените выше? Красоту, ум, характер. Подчеркнуть. Шестой пункт. Что вам больше нравится? Чистая наука, изящная литература, общественно-социальные науки, поэзия, музыка, пение, живопись. Подчеркнуть и добавить свое. Седьмое. Признаете ли дружбу между мужчиной и женщиной? Да нет. Подчеркнуть. Восьмой пункт. Не испытывали ли вы чувства ревности? Да нет. Подчеркнуть. Девятый пункт. Любите ли вы грудных детей? Да нет. Подчеркнуть. Десятый пункт. До скольких лет желаете прожить? Одиннадцатый пункт. Согласны ли вы пожертвовать своей жизнью для счастья близкого человека или общества? Да нет. И подчеркнуть. Для кого? Двенадцатый пункт. Любите ли вы работать или веселиться? Подчеркнуть. Мы не рекомендуем также производить анонимные сочинения по половому вопросу, как это практиковалось Сталинградской профессиональной амбулаторией за 1924-25 год среди подростков школ второй ступени на темы. Первое. Что я знаю о половом вопросе? Второе. Откуда я? Третье. Что хочу знать о половой жизни и прочее? Это значительно бы значило бы возбудить особый интерес среди детей к сексуальным вопросам. Беседы с юношеством желательно проводить в надлежащих случаях в порядке кружковой работы, например, четверговой, и привлекать к участию в них не только врача, естественника, но и словесника, и социолога, или преподавателя по обществоведению и политграмоте, например, при характеристике буржуазного брака и буржуазных представлений о любви, с оттенком мечтательности, фантазии, идеализации с присущим характером, неудовлетворенности, ревности, непостоянства и измен, подкрепляя характеристику литературными образцами. Только в такой трактовке половой вопрос интересует юношество, а также и взрослый. Знания анатомии, физиологии, гигиены являются лишь подсобными. Важна в конечном или важна в конечном счете социальная и правовая сторона вопроса. Также не меньше интересует область эмоций. Смотри сборник статей «Половое воспитание в школе». Редактор Семенова М. 1923 год, которая освещена главным образом в художественной литературе. Участие в трактовке тем может принимать и один из руководителей, врач или педагог, если он достаточно сведущ в подобных вопросах и обладает достаточным педагогическим тактом. Автором в течение, то есть Лебедевым, последних лет велись беседы по половому вопросу, главным образом среди РЛКСМ, российской, да, Ленинский коммунистический союз молодежи. В наше время было ВЛКСМ. Из подсчета поданных в этих беседах записок выявился интерес и юношество обоего пола 15-18 лет. С социально-этической стороны касались записки в 39%, о половых извращениях анонизме – 30%, об эмоциональной стороне – 23%, о физиологии половой жизни – 5%, о предупредительных мерах – 3%. Не все записки при этом подлежали обсуждению и желающим предлагались индивидуальные беседы с врачом. При этом следует заметить, что самостоятельная проработка детьми тем сексуального характера в кружках не допускается, точно так же, как не допускается и соответствующие этим темам и сценировке. Такие занятия детей могут привести к целому ряду своеобразно ошибочных выводов и опасных последствий и создать обостряющие условия для воспитания сексуальных эмоций из тезисов доклада доктора Лобуса на 6-м Всероссийском съезде по охране здоровья детей и подростков в ноябре 1925 года. Наше мнение таково, что для старших групп подобные беседы будут уместны, если к тому встретится необходимость, установленная по обсуждению на педагогическом коллективе. Педагогическим же коллективом могут быть выбраны темы докладов и выделены докладчики. В заключении нашей статьи мы не можем не указать на биологическое значение сексуальности в природе. Это один из важнейших факторов эволюции организма, имеющая еще большее эволюционное значение в развитии нравственной сферы человеческой личности, понижение и извращение полового инстинкта у человека помимо общего вредного влияния на вернопсихическую сферу изменяет, кроме того, все интересы и стремления его в антисоциальном направлении. В этом отношении согласны большинство исследователей с прекращением воспроизводительной функции, тускнеет красота внешнего мира, личность в большинстве случаев замыкается в ограниченном кругу личных интересов, инфантильность, кастрация, климактерии или менопауза, старческие изменения помещников и прочего, и медицинская мысль ищет уже соответствующих коррекций. От Бронсикара до Штейнаха, помните, профессор Преображенский омолаживал дам и мужчин. Согласно высказанных педагогами предложений по докладу доктора Лебедева на собрании Самарского городского врачебно-педологического кружка при Губздраве 25 сентября 1925 года и на методическом совещании при отделе просвещения Самарской-Самаро-Златоузской железной дороги 28 сентября 1925 года для успешной работы по урегулированию полового вопроса в школах следует привлечь родителей. На соответствующих собраниях родителей при школах, комсодах, месткомах родители входят в обсуждение соответствующих докладов и этим облегчается последующая работа школы и, кроме того, семья приходит на помощь школе в регулировании полового воспитания в домашней обстановке. Среди родителей уместны к обсуждению следующие темы. Первое. Двойственность половой морали для мужчин и женщин доклад политруковода или общество веда. Второе. Уродливость современного полового быта, преждевременное изнашивание организма. Доклад природоведа или врача. Третье. Гуржуазный брак как экономическая сделка. Доклад политруковода. Да и сейчас брак в основном сделка. Четвертое. Половая зрелость и половая возмужалась. Доклад врача. Пятый. Ответы родителей на интимные вопросы. Ребенка. Доклад педагога или врача. Шестой. Вред откровенных разговоров взрослых, намеков, недоговоренности, руганий и прочего. Доклад педагога или врача. Седьмой. Необходимость здорового полового быта, родителей для воспитания ребенка. Доклад педагога или врача. Восьмой. Когда возникает у детей половой инстинкт. Доклад врача. Девятый. Сублимация полового инстинкта. Доклад врача. Десятый. Воспитание ребенка. Доклад врача или педагога. Одиннадцатый. Рациональный костюм для детей. Доклад врача. Двенадцатый. Ананизм, приснаки и педагогические меры воздействия. Доклад врача. Тринадцатый. Наследственность и Евгеника. Доклад врача. Четырнадцатый. Венерические болезни и борьба с ними. Доклад врача. И пятнадцатый пункт. Совместное воспитание полов. Доклад педагога или врача. Примерные лозунги. Первый. Не ругайся. Или бранные слова унижают человека. У меня ассоциация с пациентом моим, да, который искал литературу, проповедовал в своем блоге на ютубе, как избавиться от матерной брани, матерщины. Вот видите, я это посчитал, да, как интоксикация, вот, интоксикация, да, шизофреническая интоксикация. А это вот, видите, предлагалось в двадцать шестом году. Не ругайся. Или бранные слова унижают человека. Второй. Изгибай, избегай скабрезных разговоров. Третье. Не обижай товарища. Это лозунги. Четвертое. Девочек считай за своих товарищей. Пятое. Защищай товарища даже заочно. Шестой. Не мучай животных. Или добрый человек хорошо относится к животным. Седьмой. Будь правдив или ложь приводит к потере доверия. Восьмой. Не читай старых романов. Не читай старых романов. Девятый. Не будь неженкой. Десятый. Не держи руки в карманах. Одиннадцатый. Дорожи дружбой. Двенадцатый. Будь занят делом. А отдых использовай разумно. Или делу время, потехе час. Тринадцатый. Будь верен слову. Четырнадцатый. Будь беспристрастным, справедливым. Пятнадцатый. Стремись к самообразованию. Эти лозунги могут также служить темами для кратких статей и школьных стен газеток. Ну, вот что я вам скажу. Вот сейчас это философская, да, шизофренная интоксикация. А тогда люди верили в это, понимаете? На самом деле, все, что вот я сейчас перечитал, сами понимаете, все, вся жизнь противоречит этим лозунгам. Лозунги в одном направлении, жизнь в противоположном. Так, рекомендуемая литература. Ну, мы не будем ее читать, рекомендованную литературу. Во-первых, ее и не найдешь. Во-вторых, Во-вторых, никто ее искать не будет. Ну, вот так вот. Вот такая вот работа. Вот я закончил чтение ее. Называется «Половое просвещение и воспитание в школе и через школу». «Методические указания. Самара. 1926 год. Тираж. Одна тысяча экземпляров. По сути дела, библиографическая редкость. Ага, тысяча экземпляров. На этом я, доктор Джордж Гарматов, завершаю чтение. Прощаюсь с вами уже поздно. Уже 20 мая. Местное время, где я живу. Ноль часов сорок семь минут. Киевская, Московская, час сорок семь. Многие из вас уже спят. Я тоже уже хочу спать. Поэтому всем спящим хороших, хорошего, глубокого сна и приятных сновидений, кто только, как я, собирается лечь, быстрого погружения в сон и, опять же, приятных по содержанию сновидений и глубокого сна. Ну и до встречи в следующих чтениях, стримах и консультациях. Спасибо и спокойной ночи.